Алоха, с вами Сворк Флейм и сэр Лопатный Рыцарь. Мы направляемся к последнему рыцарю Ордена Беспощады, к летучему рыцарю. Летучая машина, логово летучего рыцаря. Ну что ж, погнали. Шлем у него как у крестоносца. Так что буковка Т такая. Вроде для глаз. И так, как я вижу, чашка у меня осталась с эхором. Который лечит хп, которую я собрал в конце прошлого видео. Значит, до этого я два раза просто забывал. Но в этот раз я не забыл. Итак, летающие платформы. Наверное. И за монетку ничего не происходит. Не ясно пока с монеткой, для чего она нужна. Возможно, и не станет ясно без помощи гукла. О, отлично. Начало уровня, и мы уже померли. Неплохое начало, шесть чекпоинтов. Значит, уровень будет... Возможно, непростой, раз так много чекпоинтов натыкали. Не просто же так. Понятно. Падающие платформы. А что вы еще ожидали от летающего уровня? Электромедузы? Так, здесь можно порыбачить или это просто воздух? Дайте попробуем порыбачить. А, отлично. Рыбачим вентилятор. Это наилучший способ. О, блин. Там стеночка, которую можно разбить. Да, но я сейчас туда назад не попаду. Отсюда можно будет, наверное, свалиться по вторую дырку. Вот сюда. Так, ну выше. Ну ладно. Спасибо, враг. Так или иначе, ты меня подамажил, но помог мне в такой степени. Музыка очень классная на этом уровне, прям. Очень-очень нравится. А вот маг мне этот не нравится. И его магические заряды по какой траектории летят. Совсем не нравится. Так, вентилятор сосет меня. Мне надо меня сосать, пожалуйста. Засасывает. Никакого сосания сегодня. Что это за какой-то летающий... Ниндзя? Как тот кристаллик достать? Врага, наверное. Так, рыцаря, похоже, не убить. Может, монетку? Он золотой? Не знаю. Монетка тоже золотая. Ну ладно. Похоже, я так и не разберусь с монеткой. Надо будет гуглить. Или просто завис. Воу. Воу. Эй, рыцарь с пропеллером. Ты очень стильно выглядишь. Я себе хочу такой же пропеллер. На свой костюм. Мне бы не помешала такая реликвия. В виде такого прям пропеллера. Чтобы можно было летать. Но мы должны в этом уровне по-любому найти Честера с какой-нибудь новой реликвией. Чтобы можно было пройти следующий бонусный уровень. В котором мы должны летать. А я бы хотел, чтобы это был такой вот стильный пропеллер. Отлично. От ядер можно отпрыгивать. Не сложно было догадаться. Так, парень, иди сюда. А, ты меня за... Отталкиваешь? Чего его ядры не дамажат? Меня дамажат. Как-то работает. Работает это так, что игра так захотела. Поэтому... Вот получай, что получил. И разбирайся, как хочешь, игрок. Так, качающаяся платформа. А, я сомневаюсь, что она мне здесь поможет. Как вариант, я знаю, что мне может помочь кулак. Вот этот для грязи. Либо бессмертие, юзость. Но хочу попробовать с кулаком. Так, летающий рыцарь, постой-ка. Наверняка у босса тоже будет что-то подобное. Какой-нибудь пропеллер. Это кикарлосон местный. Но очень стильно. Очень стильно. Хочу себе такой же. Враг решил меня подталкивать. Ага, нет. Кулаком не получится. Без грязи же. Без грязи он меня не делает дэш. Я просто ему атакую. Значит, бессмертие? Или на этих штуках прыгать. Да. Так, даже лучшее ману не потратим. Хотя, пока что проблем с кейвом-то нет. Так, из-за этих каменных ширм ничего не видать. Как мне назад теперь вернуться? Как-то вот так. Это жестоко. Ну ладно, сундук того стоил. Стоило же, да? Конечно же, да. Смерть я решает. Что бы я делал без этой реликвии? Хорошо, что она легко находится. Так, целый взвод. Так, хватит кидать свои бомбы. Да, получай. Погу ли я на них попрыгать? Бум. Бомбы, бомбы. А, он встанет меня. Все замочил. КП дали, но только яблочко, а не курица. Яблочко восстанавливает мало КП. Второй чекпоинт. Еще сундук. Хав кидайте, мало КП. Я так могу на врагах помереть. Хотя, чаще всего в этой игре я помираю не на врагах. Это либо боссы, или платформенные элементы. Чисто так, чтобы умереть от врага, почти такого у меня и не было. Спасибо, враг. Медузки. Не надо мне их убивать, я буду сейчас на них прыгать. Так. С первой начать. Надеюсь, отрегенится. Отлично. Вот так вот. Как лестенка воздушная. Привет и пока, враг. Лестница наверх? Да. Лестница наверх. Сперва сюда. Все правильно я... Правильный путь выбрал. Воу. Воу. Нет. Да. Да. Ну ладно, не так страшно. Во. И назад до чекпоинта решил прогуляться. Ту ноту. Как мне взять ту ноту? Я предполагаю, что может быть... Я ее сейчас и не смогу, наверное, взять. Мне нужна реликвия для полета. Вероятно, да. Ну, можно даже сейчас... Так. Ну да, я такое расстояние... Никак не перепрыгну. Явно нужна реликвия, значит, нужно найти Честера. Чтобы он мне дал эту реликвию. Ну как дал? Естественно, не бесплатно, продаст. Но обычно проблем с этим... Да, необычно. Вообще проблем с этим не было у меня на уровнях, когда я выходил Честера. Мне всегда денег хватало, несмотря на мои проигрыши. Так, чекпоинт, ладно. Нотка. В принципе, ее легко взять будет, если реликвия на полет будет. Но надо будет это сделать, если мы найдем эту реликвию. Думаю, мы не пропустим Честера. Хотя, кто знает. Может, мне в прошлые разы просто лезло, что я его всегда находил на уровнях. Так. Опустил денежки, но не страшно. Иногда лучше что-то не взять, но пройти дальше. Так. Отталкиваешь меня, враг. Экран двигается. Значит, он меня хочет замочить наверняка. Ох, повезло. И здесь еще чекпоинт. Достаточно быстро. А где же ты, Честер? Вернись. Я все прощу. Воу. Чекпоинт вовремя. Вовремя. Хотя очень быстро от последнего чекпоинта. Ну, как я и предполагал. Возможно, они будут часто расставлены. И так и есть. И так и есть. Так. Вайербол. Ух. Да. Это так. Не-не-не-не-не-не-не. Не совсем так. Опасное место-то. Смотрите-ка. Ломающаяся платформа. И вентиляторы. Воу. Слишком резкий вентилятор. Очень-очень резко и быстро меня сдувает. Но мы знаем. Есть бронька. Которую можно экипировать, например, на этом уровне. Что меня будет. Сложно передвинуть с места. И наверняка это распространяется. Да, сейчас мы проиграли. Распространяется и на эти вентиляторы. То есть не только на врагов. А возможно вообще на врагов нет. А возможно и на врагов и на вентиляторы, что скорее всего. Так, ладно. Потихонечку. Вот вроде проходишь уровень, кажется. Быстро проходишь. Даже когда нечасто помираешь. А потом смотришь на записи. 20-30 минут, 40 минут ушло на уровень. Ну, понятное дело, со смертями. Почаще помираешь. Но... Даже когда смертей не так-то много. Скорее всего, они все равно у вас будут, когда вы будете проходить игру. Кажется, что не уходят столько времени. На самом деле, бац, смотришь. А ты уже отыграл-то полчаса 40 минут. Еще больше. Это очень интересно. Так. Винтилятор работает против меня. Как я предполагаю. Конечно же, да. Еще бы он работал не против меня. А сейчас снова мана потратится на врагов. Пока. Крыска. Ах, шипы. Надо было уже ничего не делать, подождать, когда вентилятор уйдет и просто упасть. Очень такое. Вроде легкое место, но слегка чуть подальше. Продвинешься от вентилятора и сразу гирдык. Да, такие игры требуют терпения. Да, это не капкает. Он больше терпения требует, чем эта игра. Но даже эта игра, стилизованная по старые платформеры, требует немало терпения. Так, где моя религия на бессмерти? Да. О, еще один чекпоинт. А-а-а, верните меня к чекпоинту. То есть меня сперва наверх поднимает, а потом вниз. О-о-о-о. Ах ты ж. Ох, это жестко. Теперь меня... Теперь меня... Так, налево... Наверх. Жесть! Жесть, жесть, жесть! Фух. Это там следующий чекпоинт. Жёстко. Надо было на другое ядро прыгать, дождаться. Теперь с самого начала этой зоны проходить. Наверх. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мана, 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 хотя у меня и так много мана. Надо было прыгать. Я думал ветер меня сам, но тебе было на другой платформу закинуть. А то вроде дует, вроде сильно, а на самом деле-то вроде и не сильно. Мана. 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 Нет, крыса нет Ну началось Враг, из-за которого мы падаем в пропасть Без них никуда Сейчас было очень глупо Кто вообще проектировал этот корабль? Вообще во многих таких играх, что во Freedom Plane все эти корабли со странными приспособлениями в Сонике Бат, наконец-то снова дошли до этого Так, так Дрыгается А, мой крошечный синий друг! Закат так прекрасен, не правда ли? Спускайся и сражайся! Шут пропеллерный! О, как грубо! Моя команда была не гостеприимна? Или мой корабль невеликолепен? Я не развлекаться пришел, мне нужно попасть в башню судьбы Только работа, никаких развлечений, как прискорбно Что ж, избой! Защищайся! Я готов к бою! Сэр, летучий рыцарь! Так, сосет меня Да он меня высасывает! Воу! Хватит меня насасывать Хватит сосать! Да! Как бы это странно не звучало, но это так Он высасывает сосет меня Он очень хочет пососать Окей, он засосал меня в дырку Блин, и на этом боссе смертельные дырки А на полярном смертельные шипы Идентично О, кстати, стенка ТП-шечка Ладно, иди сюда Я готов! Сейчас накажем тебя Ну или ты накажешь меня снова А, я могу расчищать себе путь Классно Это очень классно Будет насасывать Воу-воу-воу-воу Это классная дуэль была Когда мы на серединке Он прыгал По горизонтали, босс Слева направо Справа налево Я прыгал На его голову Или пропеллер Который находится на шлеме Но под шлемом уже голова Так, что формально Я прыгал на его голову Так, я вижу сундучок Сейчас будет бонус Когда нужно будет ловить Щитового рыцаря Нашу возлюбленную Да Похоже всегда Когда сундучок Надо ее ловить За всю игру Я не поймал ее пока один раз Как я понимаю Так Поймал Ну, по идее, да Я же дотронулся до нее Наверное, это считается Что я поймал Чем-то, что один раз за игру Не поймал А к кулинару Талон на еду И того будет 10 кп Я так и думал Что будет еще талончик А где моя реликвия Наполёт Я не нашел Честера На уровне Не знаю Я вроде шел во все места Куда мог попасть Но, возможно Что-то пропустил Даже очень вероятно Ну, ладно Вернемся в город Посмотрим Нотку отдадим Одну Сколько Нот? 26 из 46 Одна на зимнем уровне Помним Одна на этом полетном Как минимум О, ты нашел Звездные просторы К твоему сведению Я изобрел Уникальный инструмент Издающий звук Стрекотания Сверчком В зарослях Отлично Отлично Повар так радуется Как будто это у него талон на еду А не у меня Да Да 10 кп Как у боссов 8000 Еще за ману Пока не надо Вернемся К Честеру В городе Посмотрим Как-то раз я болтал с Моной У нее одна наука на уме Все пыталась выяснить Как я отношусь к препарации Может с этим кваклингом Надо очень-очень много раз поговорить И тогда в другом городе Возможно будет Рассмешить Другого такого кваклинга Ты болтал с официанткой Я пытался кое-что у нее узнать Но не уверен Что она в курсе Сочных деталей Не смог ничего Из нее выжать Я решил податься В шрицы рыблок Они обещали Вывести меня на чистую воду И наняли Используешь лопату Вместо оружия Значит всегда сможешь Докопаться до истины Сейчас в моде стрелки По мне Так они лучше смотрятся На знаках Чем на веках А стрелки? Ладно Стрелки на веках Что это значит? Не знаю Ладно Наверное Это шутка Не для всех Бостонский юмор Кваклингский юмор Я как-то попросил Райзи показать оружие в деле Внезапно все потемнело И я увидел звезды Летучий рыцарь летает На шлеме с пропеллером Вот это улетная технология Ты еще не бывал В ночном клубе в шахте? Просто пропасть веселья Как себе новый отель В железном пике? По-моему Это предприятие идет ко дну Старина Баз Мастер обращаться с веревкой Он сам научился? Или кто-то его подтянул? А это про того здравяка База Который был боссом Спасибо, что выслушал мои шутки Я бы попросил на чай Но юмористы предпочитают копи Подвиг совершен Каламбурный вечер Наверное, я прослушал все его шутки О, а если Подвиг с кряга Пройти игру Ни разу не потратим деньги Ну, это реально Только хп будет меньше Так талоны На хп надо не покупать Сману не прокачивать Ну это ладно Но хп будет меньше Так, где у меня О, я живой Пройти любой этап Ни разу не умеет Круто Каламбурный вечер Прослушать все каламбуры Кваклинга Всего лишь 13 из 45 Ну очень-очень много Подвига Они же ачивки Ну это здорово Летайте по воздуху Клинком вперед Да ладно А теперь у тебя появился Этот клинок То, наверное, потому что Я босса замочил Ну вот С помощью этого клинка Можно теперь Будет взять Туното На летучем уровне До слез отрадно Видеть Кодячий реликварий Вроде тебя Вспоминаю Почему я занесся Этим бизнесом Приятель Все у меня Все реликвии Если я правильно Понимаю Даже и хор Я не потратил Поэтому Королю Рыблоку Мы не идем Мы идем В второй город Поговорим там С кваклингом Раз я получил подвиг Может я теперь Смогу его Рассмешить Почему призрачный рыцарь Опоздал на свидание И не мог увидеть Своё отражение В зеркале Нет Да ты чё Смешная шутка Зачем король-рыцарь Ходил к дантисту Нужна была Новая коронка Да ладно Смешно же Да блин Этому помню Всё не смешно Почему те крысы С часовой башни Плохие питомцы Они вечно Вылетают Порточку У него такая реакция У этого кваклинга Как будто он в шоке От того что я говорю Прямо Мы удали этот меч с полетом только сейчас, когда я уже прошел Рыцаря, где летать. Так, посмотрим в Зал Чемпионов, что это такое. Пвп-арена, потому что вроде как в игре есть и коопчик на прохождение, вроде как и Пвп. Это Зал Чемпионов, живой монумент в честь основателей всей великой страны. Один билет, связь с вас, пять пятидесят килограмм, дайте один. Простите, но билет вам пока не по карману, быть может, стоит запустить сбор средств? Ха-ха-ха. Ну, ну, ладно. Мы это проверим как-нибудь потом тогда. Куда здесь надо платить? Идем на бонусный уровень опасный полет. Говоришь, то же самое, МПЦ? Ладно, посмотрим, как этот меч работает. Четыре маны тратить, немного. Это вот полет. Это вот полет, это по типу как кулак для грязи. Только мы можем это делать. И дешится там, когда нету грязи. То есть это... Это кидеш. Выходит так. А чё не получил, палка? Не получилось причём-то дэш после прыжка от цветка сделать. Ну ладно, это должно быть не сложнее, чем грязевой бонусный уровень. А, от медуз ещё прыгать. Ну, конечно. Куда ж без этого? Хотели просто дэшиться, как на грязевом уровне? Нет. Хотя на грязевом уровне в основном надо было дэшиться. Только с помощью другой реликвии. Ещё надо было сделать дэш. Мне кажется, я перелетел бы медузку. Было бы гораздо проще, если бы не надо было две кнопки во время дэша нажимать, а какую-нибудь одну как прыжок. Или до второй... Можно пробовать вообще забить на первую медузу, до второй продэшиться. Потом главное лопату вниз успеть сделать. И это опять же... Надо нажать ещё одну кнопку. Или так не прокатит. Всё-таки первой, вероятно, медузке надо делать это. Ну ладно. Надо попривыкать. Я получаю от неё урон, если не успеваю опустить лопату вниз. И очень низко как-то лещу после дэша, не успевая лопату опустить. Может я неправильно делаю? Да вроде правильно. Сейчас получилось, но только от одной медузы. Ладно, будем пробовать. В принципе, я почти... Ну, конечно, теряю золото, но не так критично. Мы знаем, что на любой старый уровень можно вернуться и... Формить сколько угодно душе. Поэтому будем пробовать дойти до конца. Всё-таки этого полностного уровня. В конце нас наверняка ждёт просто золото и енота. Я перелетаю. Я перелетаю в медузу. Так несчестная игра. Я не могу вроде как контролировать расстояние, на которое я перелечу. Оно всегда вроде как одинаковое после каждого дэша. То бишь, я его как-то должен просчитать так до первой медузы, чтобы попасть на неё, сделает дэш. Попасть, вероятно, на вторую медузу. Если бы медуза не дамажила, я испытывала просто безопасная платформа. Ну или хотя бы просто платформа, которая падает, но платформа, а не враг. Чтоб не наносила мне дамага. Типа я не успел лопату опустить. Вот. Я не понимаю, как лопату опускать, на какие кнопки надо нажимать, чтобы её опустить после дэша. Просто вниз. Вроде как просто вниз сейчас получилось, но я всё равно не долетел. Я не долетел до верха. Сложно. Сейчас долетел, но это жёстко. Так, скелет, ну, иди же, атакуй. О, нет. О, нет. Я думал, хотел попробовать. Может, я могу наверх летать? Вертикально. Заметьте, это летающий уровень, но при этом он ещё и ледяной. Ладно, прыгнем на платформу, давайте попробуем, что дальше. А дальше-то как? У меня есть догадки? Прыгнуть на эту платформу, перелететь на следующую платформу, которые идут. Потом вернуться снова на первый ряд и потом к сундуку, но это очень жёстко. Это очень жёстко. И то, можно с одного ряда платформы на другой и не попасть. Не рассчитаешь дэш и не попадёшь. Это сто процентов так. Ладно, парень, скелет, пока. Ну, почти. Там оказался ещё один ряд, который двигается. Я потерял в этот раз только один мешочек с золотом. 199 золотых. Прыгаем. А, напрыгнул. Фух. Вот вам и бонусные уровни. Некоторые из них тяжелее. Простых уровней с боссами. Хотя бы простой уровень гораздо длиннее. Но там есть хотя бы чекпоинты на этих бонусных уровнях. Чекпоинтов нет? Так. Так. Ух. Попробуем. Попробуем. Давайте попробуем. Попробуем. Я не успел. Хочу взять этот сундучок. Ура, получилось. Ну, а нотка и конец уровня. Неизвестно, что в другом сундучке находилась в плаве там нотка. Или только золото. Тем не менее, я прошел уровень. А, я назад не могу в него заходить. Значит, наверное, нотка все-таки только в конце. Так что в эти уровни я назад заходить не могу. Башня судьбы в год. Ну, давайте зайдем, посмотрим. Что там находится? Почему нет? Есть уровень не очень длинный. Время копать? А зачем-то надо налево идти, если я здесь помираю. 4 чпоинта. Ну, ладно. Странно, конечно, зачем налево ходить. Может, опять же какой-то секрет. Может, просто так. Так. В этой башне судьбы совмещения врагов из всех других замков, как я посмотрю, решированный метод старых платформеров использовать такое. Но да ладно. Как будто у нас есть выбор. Не успел. От рыбы надо было отпрыгивать. В конце босс. Но явно не последний, поскольку, как минимум, мы видели еще точку. Если этот уровень называется вот эта башня, забыл ее название, и подписан обход, то, наверное, уже вторая точка зал чаротейки. Что-нибудь типа того. Так, иногда проще через меню взять. Куда мы поедем? Куда? Воу! Полетный мечик. Ага, получается, что-то у меня. Нечем заюзать полетный. С лестницы. Сейчас вся мана уйдет. Такими темпами. Пока, скелет. Что же мне здесь-то делать? Где мой рог? Я понял. Скорее всего, от крыс надо отпрыгивать будет. Не только так. Возможно, другого варианта здесь и нету. Это уже чекпоинт хотя бы первый. Крико. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, полегче, Барри. Это как красный грибон. Другие были желтыми. Ох. А, можно и пробежать. Пока, алхимик. Длинный уровень. А-а-а. Смерть. О-оу-воу. Это будет сложный уровень. Я уже ощущаю. Это... Как-никак. Последняя башня. Самые главные злодейки этой игры Так, вот здесь главное нормально подпрыгивать Несмертия, да поможешь ты мне Вот первый чекпоинт, а где Почему я здесь упал? Наверное огонь попал Нет, 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 нет Слишком рано Ох, уж этот уровень Но мы все этого ждали, финального уровня Жесткого испытания Зато когда мы его пройдем, мы получим несметный кайф того, что мы его осилили Оу, ну, окей, ладно, я не думал, что оно впустит нас В яму, которая нас убьет Хотя это не яма, а расщирена Но все же Значит надо быть осторожнее Надо посмотреть и все прочитать Как оно там будет Так, смотрим Так, смотрим Как он Уходит Ну, так Что Как он выходит Это тоже запарное место Оп Так, может быть Оу, да ладно? Придавило. Ух. Будем все рассчитывать, смотреть. Потихонечку подальше на пару шажочков мы все же проходим, но не в этот раз. Та-та-та-та! Великий герой, давай! Ты сможешь. Не зря же я собирал все реликвии и побеждал всех рыцарей. Я должен смеять. Должен. Какой представущий враг-то? Надо издалека его убивать, пожалуй, как я и делал раньше. Значит, прям совсем. Должен. До новых встреч! До новых встреч! Субтитры делал DimaTorzok Ох, сложно Субтитры делал DimaTorzok Теперь я должен бежать, бежать, бежать Так, здесь сверху платформы Здесь снизу О, этого мне не хватало еще Таким вот Действительно, усложнение Так, второй чик поэнси в F4 на этом уровне Как мы видели И в конце пасяра О, новые враги Надо же Какие-то самураи Что это за техника такая Куда он идет в свое тело У него осталась только голова И вон еще один такой же Что это за тайная техника Даже в Наруто таких не было Там была только техника Смены тела Когда они превращались в поленки Я такой думаю, что Ага, победил соперника Он использовал технику смены тела Техника замены Да, замены вроде были Смены тела Как она там называется И вместо твоего врага Там оказалась Поленка Воу, ничего себе Да эти самураи Крутые Смотрите какие Прям жесть Очень опасные парни-то А, ломающаяся стенка У меня хп-шечка Надеюсь здесь хп Отлично здесь курочка А Зачем я выпил охор на хп? Мне бы это с боссом Понадобилось Ну вот Не заметил Выбрал не то Что надо И в итоге Потерял свою хп-личилку Единственную Которую могу Узать сам В любой момент Ладно, враги До свидания Еще один Чекпоинт Бомба Бум! Бум-бум-бум-бум-бум-бум И здесь бомба Еще будет один Чекпоинт До босса Может этот уровень И не такой длинный Как я предполагал Но это только вход Хотя слишком долгий уровень Для входа Вам не кажется? Слишком большой вход Не знаю Когда входишь Обычно в чью-то квартиру Там не настолько Большой вход Ладно, я понимаю Что это замок Но все же Разве Эти территории Уже не должны Как-то По-другому Называться Я не знаю Двор Вот этот мостик С рыцарями И скелетами Но классно так Черное Стильно Спору нет А, у меня есть Там две рыбалки Время рыбачить Ну, вероятно Это нотка была Не дамажит А вот так Тоже не дамажит Ладно Вернемся к нашим Бессмертиям Ладно Того Ладно Ветру Тое Р Phantom Давай, это смертельная дуэль. Ну ладно, я устал от одного врага так париться, я пойду дальше. Где-то в дырке. Паучика, распишись. Ну, снова светло и... Последний чекпоэнк. Кос. Лопатный рыцарь, не лезь, уходи немедленно, последний шанс. Я доберусь до нее, и черный рыцарь, даже если придется пройти через тебя. Черный рыцарь, ты сторожишь мою башню? Ты наконец решился присоединиться к нам? Приклони колени и присягни мне на верность. Повторяю в последний раз, я никому не служу. Как угодно, почувствуй же силу, которой пренебрег. Черный рыцарь! Я просил тебя не вмешиваться. Так, черный рыцарь босс. Окей. Ладно. Воу. Вот силы добавились! Смотрите, он как... Блин, он очень быстрый. Он очень быстрый. Он реально стал крутым. Ты чародейка с ним сделала. Только что... Похоже... Той силой, которой он пренебрег, ну да. Так он гораздо сильнее. Я спорить не буду. Отлично. Ну мы его привезли. Достаточно неплохо. Потерял пять с половиной хп. Он нормально. Чуть больше половинки. Довольно? Не знаю, что ты задумал, но тебе не достучаться до нее. Ха! Ха! Возможно, ты прав. Возможно, она уже... Ха-ха! Потеряна. Но я не остановлю попыток. Теперь ты, конечно, понимаешь... Ха-ха! Кого я пытаюсь спасти? Да. Ты знаешь способ вернуть ее? Я пробовал только слова. Ее магия так сильна. Мне не хватило смелости. Иди же. Только не причиняй ей бреда. Иначе ответишь передо мной. Похоже, у Черного Рысля действительно какие-то чувства к этой черотейке. Следующий уровень называется Подъем. На идее он последний, но кто знает. Может и нет. Может потом пройдем его и еще добавится путь на вершину. Либо последний. Но туда мы пойдем уже в следующем видео. А если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Поделитесь с друзьями. А с вами был Спортфлейм. Всем пока! И да пребудет с вами Лопатная Сила!